Всем приветики! Помните, я вам на днях рассказывала, сколько мне должен прийти один продукт от компании Ювенион? Вот, наконец-то я его дождалась. И знаете, что это? Это корейская увлажняющая сыворотка с кровью дракона. А пока я сейчас ее распаковываю, хочу вам немного рассказать, откуда взялось такое название. Кровь дракона – это смола, дерево, произрастающее в Южной Америке. Смола имеет ярко-красный цвет и действительно похожа на кровь. Активными ингредиентами увлажняющей сыворотки являются гиалуроновая кислота и натуральные растительные экстракты крови дракона, которые ценятся за богатый состав аминоксидантных веществ, витаминов и минералов, полезных для поддержания молодости, укрепления иммунитета и снижения пигментации. Сыворотка подходит для любого возраста и всех типов кожи. Вот такая она. Наверное, лучше бы я не ставила, да? Так, я умыла лицо как следует. Ну что, попробуем? Очень удобно, что здесь пипеточка. Оп-оп-оп-оп-оп. Нанесли. И распределяем. И распределяем. Можно как проходить курсом или на постоянной основе пользоваться. Все. Все, она уже впиталась. Очень легкая такая текстура. Быстро впитывается. И она несмываемая. Ушло немного времени. Я просто хотела знать, что. Я хотела понять, насколько мне будет комфортно с несмываемой сывороткой. Она не оставляет липкого слоя. То есть я даже его не ощущаю. Ее. Точнее, ее. Так что мне сыворотка понравилась. Даже очень. Все ссылки на сыворотку будут в описании под видео. Я уже собралась. Сейчас еду. Вот что за дурацкая привычка посереду дороги к своей обуви фороски давать. Сейчас еду на татуаж. Вызвала такси. Постою как раз у подъезда. Подышу воздухом пока. Не, я не волнуюсь. Я же ей доверяю в этом плане. Наталья, она очень хороший мастер. Как Илюха такой. Можно и подешевле найти. Я говорю, да иди ты в баню. Буду я еще рисковать лицом из-за того, что там что-то он там может подешевле найти. Я лучше пойду к профессионалу. Я уже на месте. Мне как обычно приехало очень рано. Перманент лап мейк ап Отсканируй меня. Натальи еще нет. О, здесь рядом салон лазерной апелляции. Правильно, надо держаться вместе. А тут что-то... Страхование. Страхование нам не надо. Вот, что у нас тут. Интересно. Наверное, реснички, да? А может и нет. Тут тоже что-то делают. Реснички. Загар. Здесь все это, в студии загара. Так, все, я готова. Помяты, конечно, капец. Глаза пухшие просто. Ничего, потом придут в себя. Я зашла в пятерочку. Я уже у дома почти. Надо зайти на Валбрис. У меня там ночная сорочка пришла. И что-то еще я пришла. И хочу сказать, вот этот бюстгальтер, который я вот последний покупала. Боже, он офигенный. Он просто офигенный. Однозначно, я себе еще черный куплю. И как раз вот не 105, а соточку. Потому что он просто стоит 750 рублей или даже 730. Он реально стоит всех своих денег. Я просто в восторге от него. Так, ладно. Немного потрепанная, но вернувшиеся домой. Ой, боже мой. Да не так уж и сильно они не отекли. Я думала, будет намного хуже, если честно. Не, ну понятно, что не подопухшие. Вон, видишь. Это ж... Очень интересная. Стрелочки, что? Просто у меня глаза сейчас подопухшие немножко. А так, я думала, будет хуже. Так. Ничего, если я буду снимать вот без очков. Немного с опухшими глазами. Мне сделали поярче. И я попросила побольше стрелочки мне сделать. Сделали побольше. Ну, еще отеки же спадут. Она говорит, у тебя очень чувствительные глаза. Я говорю, у меня вообще все чувствительное очень. Вот прям очень все чувствительное. Сейчас будет быстренько распаковочка. Читосы? Две. А, Серега уже свою забрал. Так, это мы будем потом. Это потом. И это потом. Сейчас я пониже сделаю. Взяла молоко, домик в деревне 2,5. Что-то просто квашено небо. Подумала, так, в принципе, один порошок, да? Что-то удало. Так, вишня. Она уже подразморозилась, пока я до дома доехала. 135 рублей по акции. Поэтому взяла. Или 140, или 135. Что-то такое. Колбаски 160. Колбаски. Ну, подумала, пусть будут. Сыр взяла. 130 рублей по акции. Не знаю. Эконева. Эконева. Или Эконева, или Эконева. Хек. У меня он так зашел, что я купила себе еще. Так вот сейчас в пятерочке идет акция. В нашей пятерочке его уже нет. Я вчера была, или когда там позавчера, его уже нет. А я была там, где Наталья мне делала татуаж, поэтому там был. И Сережа йогурт. Взяла Сережа йогурт. Все. Это все. И теперь у нас распаковка быстренько Валбереса. Быстренько Валбереса. Так, что у нас здесь? Скорее всего, здесь сироп. Завернув в пакетик. Еще в один пакетик. Пакетик в пакетике. Пупырка. И сам еще сироп. И сам сироп. Я заказывала с малинкой. Да, я люблю малину. Лесная малина. В любом ее проявлении. Вот, малинка. Так, есть. Стоил он 209 рублей. 209 рублей. Что у нас здесь? А что у нас здесь? А, я заказала низкокалорийный соус том-ям. Не знаю, насколько он будет вкусный или невкусный, но я хотела попробовать. Я вообще люблю... Вы, те, кто смотрит, меня постоянно знают, уже поняли, что я очень сильно скучаю по Таиланду. И тут я увидела низкокалорийный, без сахара, соус там. Потом я думаю, надо взять по-любому. Он упакован в коробочку. Тут еще вот такое... Еще упаковка такая, что фит разорвешь. О! Да. Так-то. Вон, чем скрываю. Пилочка своей. Моя пилочка очень хорошая. Лучше ее не ломать. О! И тут еще пупырка. Помимо упаковки еще пупырка. Сама она в стеклянной банке. А, ну поэтому так и упакована, да? Господи, не откроешь. Это вообще... Надо же так упаковать-то. А-а-а! Все, есть. А, это прокручивается. Думаю, что это оно открыто, что ли? А это просто это же. Вот так оно выглядит. Вот, видите? Zero nice. Zero nice. Соус на основе растительных масел. Пониженной калорийности. И без сахара. Стоил он тоже не слабо. Я потом ссылки все скину, потому что я по памяти навряд ли вспомнил. Так, вот как у нас сейчас коробочку все запиндюрим. И еще я заказала себе ночную сорочку, потому что у меня уже ночнушки такие стрёмные. Ужас. Уже даже даже дома стыдно в них ходить. Надо поменять. Как минимум еще одну заказать. А стоила вот эта ночная сорочка 815 рублей. Сейчас покажу. Одевать я ее на себя не буду, потому что я считаю это, ну, я не могу, не могу раздеваться. Я заказывала 64 размера, чтобы она была послабнее все-таки ночная сорочка. Правильно? Вот. Какой она там длины видно, нет? Вот. По колено. Длина по колено. Качество классное, мне нравится. Качество прикольное. Хорошее. Кстати, она тянется, по-моему, да? Она еще и тянется. Такой приятный цвет. У меня там был выбор. Я выбирала между двух. Белое с розами, с красными и вот вот это. Там это в Телеграме. Все, большинство, большинство проголосовали вот за эту. Я ее и заказала. Так что вот так. Хорошо, хорошо, симпатичненькая такая. И по качеству. Мне очень нравится вот этот новый безгалтер. Блин, реально. Вот смотрите. Видите, где грудь и вот где он идет. То есть он полностью всю грудь закрывает. Чашечки, то есть оно держит грудь. И полностью еще ее всю закрывает. Всю, полностью. Вот это мне очень нравится. Я себе сейчас еще черный закажу. Сейчас еще надо сначала денег заработать. Вот. Так что вот так. Все, вся распаковочка. Подписывайтесь, подписывайтесь. Телеграм, Дзен, Ютуб, Одноклассники, ВК. У меня есть ВК-группа. Кто-то, кто любит кино, сериалы, милости просим. У меня есть группа ВК. Ссылки тоже все в описании к каждому видео. Там киношки, большая фильмотека, большая. То есть там очень много всяких разных сериалов, киношек. Так что подписывайтесь, буду всем рада. Ну и в Телеграм, конечно. Те, кто в Телеграме, те новости узнают в первую очередь. Хочу вам еще поближе показать. конечно, глазки еще красные, отекшие, да, но я думаю, будет все великолепно. Она мне сказала, ну как обычно, Наталья говорит, через месяц к ней приехать, она посмотрит, все окей или нет. Я говорю, ну если будет все окей, я не приеду. А если надо будет что-то подделать, если я буду видеть какую-то неровность, то через месяц надо к ней будет приехать на корректировку, скажем так. Ну ничего страшного, спадут. Она говорит, у тебя такая чувствительная кожа. Я говорю, о, да это еще нормально. Первый раз, мне кажется, когда я делала, первый раз у меня были более такие опухшие. В этот раз еще даже ничего. Ну понятно, что такое. Красный, ну ничего страшного, спадут вообще. Так что я очень довольна. Кстати, вот Наталья, она реально профессионал своего дела. Именно по этой причине ссылочка на ее инстаграм будет в описании, потому что я только ей могу доверить свое лицо. Вот на полном серьезе. коротко расскажу о том, как мне сказали ухаживать за глазами после процедуры. Все просто. Раз в день протираешь глаза тампончиком ватным, хлоргексидином и дальше она мне дала вот такой вазелин. Кстати, я посмотрела это производство, знаете, где производство? В Нью-Йорке. Американский вазелин. И вот палочку. Берешь палочку и прорабатываешь вазелином, чтобы он смягчал глаза. Кстати, я вчера тампирование делала вот этой вот морщинки. И где-то еще я делала. А, вот здесь, чтобы губы вот так приподнимались. Вот так еще я делала. Сейчас покажу, что тут немножко сейчас я выключу. Илюша говорит, мам, скинь 200 рублей мне на бензин, я тебе кое-что привезу. Я говорю, только много, ничего не вези, хорошо? Да, хорошо. Я просто в афиге. Илюша, добытчик, блин, кто это все есть будет? Кто, блин? Не, ну вы понимаете, вот это что у нас такое, вот это что? Похоже на огромные патиссоны. Вот, кстати, патиссончики я люблю. Ладно, патиссоны, огурцы, помидоры, огурцы, это компот, это больше похоже не на компот, а на сироп, знаете? Но это ладно, это они выпьют хорошо. Помидоры, я так думаю, что это скорее всего похоже на аджику. И это варенье с черной смородиной. Это просто, я не знаю, нет слов. Кто это будет все есть? Кому нужны огурцы с помидорами? Баночка. Кто рядом живет, приходите, я отдам. КОНЕЦ